Привет, друзья! Сегодня с моей возлюбленной мы обсудим довольно пикантную тему. Всем привет! Да, мой любимый, тема нужная. Недавно одна девушка рассказывала, как занималась любовью с разными партнерами на протяжении недели. В итоге она задается вопросом, и это все? Есть что-то большее? О, дорогая, мы с тобой знаем, что есть гораздо больше. Есть несколько видов любви, и мы откроем их в следующих сериях. А вот сегодня мы поговорим об эротической любви. Той любви, которая возбуждает сознание людей любого возраста. Да, эротическая, страстная любовь, побуждающая к физической близости и интимным отношениям. Секс. Это то, что воспевают все журналы, романы, фильмы, интернет. Даже наши аватарки в соцсетях. Все стараются быть сексуальными. Сегодня считается так. Если ты сексуально привлекательный, значит, больше шансов на твой успех. Любимая, давай начнем со статистики. 95% всех людей занимаются самоудовлетворением, 85% имели секс до брака, 50% постоянно изменяют своим супругам. А также приличное количество людей снимают проституток, являются гомосексуалистами, занимаются противоестественным сексом. Интересно, что же происходит? Любимый, мы приближаемся к разгадке таинственного эроса. Почему же при таком разнообразии хочется чего-то большего? Когда человека охватывает эрос, он уделяет внимание внешности, привлекательности партнера. Любовники предполагают, что они созданы друг для друга. Это страстная, захватывающая и в то же время мучительная любовь, которая стремится к полному обладанию партнером. О, в голове рождаются картины ласт, поцелуев и объятий, которые стимулируют наш мозг как наркотик. Они воздействуют на те участки мозга, которые выдают нам чувство кайфа и удовольствия. Но эрос беспокоится лишь о том, чтобы взять, поиметь и возобладать, а не дать. Он основан на самоудовлетворении, на угождении себе и своим желаниям. Да, любимая, царь Соломон – образ эротической любви. Испытал эрос более, чем кто-либо на земле. У него в молодые годы уже было 700 жен и 300 наложниц, и девиц без числа. Вау, сколько секса! Юные претендентки в его горе мечтали о сексуальных наслаждениях, которые их ждут в покоях царя. Первый экстаз, в первую же ночь. Все ожидают максимального наслаждения. Но другие, кто уже пережил ночь с царем, задавали все тот же вопрос – а есть что-нибудь еще, что-то большее? И даже сам царь, имея неограниченное количество девственниц и опытных любовниц, занимался созерцанием чужой чистой любви. Представляешь, любимый, царь, обладая безграничным сексом, хочет чего-то большего. Пережить такую любовь, как у простого парня и девушки. Но он не может. Почему? Потому что это другая любовь. Любимая, мы откроем секрет этой любви. Опрос 90 тысяч женщин показал. 64 тысячи женщин – это 71% предпочитают теплые объятия или ласковые прикосновения сексу. Хочется теплоты и близости, а не механического секса. Но почему все в этом мире вертится вокруг секса? Любимый, мы знаем секрет. Потому что намного легче говорить о сексе. А на самом деле нас интересует не столько секс, сколько любовь и человеческие взаимоотношения. Именно поэтому сексологи утверждают – клиентов, страдающих подавленной сексуальностью, очень мало. Избытка секса, партнеров и вседозволенности достаточно. Но пациенты жалуются. Ах, они еще и жалуются? Но что уже жаловаться-то? Любимая, они жалуются на недостаток чувственности и страстности. Так много секса, но так мало толку, говорит большинство. Внимание, новость! Эротическая любовь живет всего три месяца. Да-да, три месяца. Парни говорят, я завоевываю эту девушку полгода, потом, наконец-то, она отдается мне, и происходит то, чего я так ждал – секс. Но мы спим 10 раз, 30, 40, проходит пару месяцев, и мы друг к другу охладеваем. Почему так? Но потом они решают подогреть свои отношения, пробуют оральный и анальный секс. Пока остановимся. Когда вы приобретаете новый электроприбор, вы читаете к нему инструкцию по применению? Конечно же, можно феном забивать гвозди или резать хлеб на клавиатуре. Это не запрещается. Но долго ли прослужит нам прибор, если мы его будем использовать не по назначению? Есть противоестественный секс. Род не имеет рецепторов удовольствия. Он предназначен создателем для других целей. Оральный и анальный секс биологически противоестественен. Друзья, Эроту нужна помощь. Вы можете себе представить? Думаете, вам нужно знать особые техники секса, просмотр порнографии или опыт с разными партнерами? Ничего хорошего не произойдет во время секса между мужчиной и женщиной, если между ними не происходило ничего хорошего до него. Итак, нас спасет правильная расстановка приоритетов. Создатель, любовь и семья превыше всего. Когда мы переворачиваем все с ног на голову и ставим секс во главу угла, тогда начинается шизофрения. Ученые говорят, что эротическая любовь, страсть – это победа эмоций над разумом, разновидность шизофрении. Но есть такая любовь, которая не смотрит на эротические качества возлюбленного и привлекательность. Это та любовь, которая не говорит, тебе нужно поправить фигуру, когда девушка родила ребенка. Друзья, в следующий раз мы поговорим об этой любви. Мы расскажем вам тайны и спальни самого царя Соломона. Как сохранить страстную любовь и не дать ей умереть?